Приветствую вас, Наталья. Честно говоря, есть некоторое противоречие в том, что вы пишете о двух встречах с психологом, после которых вам стало хуже, а в итоге обращаются все равно к психологам. Не совсем понятно для чего. Для чего в таком случае. Понимаете, древозность это угроза, с одной стороны, и функциональная невозможность себя защитить, и это не какая-то личная выгода от того, что вы получаете в результате такого фактора вашей жизни, с другой стороны. И, соответственно, из этой смеси раздается ваше состояние. Довольно интересно то, что вы боретесь с тревогой как с симптомом, но не видите ее причины. Может быть, вы не хотите искать причину. Если после разговоров с психологом вам становилось хуже, тут, конечно, нужны нюансы, но если вам становилось хуже, возможно, вы как раз таки шли в верном направлении. Вы не хотели идти дальше? Либо не совсем верно поняли коллега. Правда в том, что вам нужна психодиагностика в первую очередь. Вам нужно исключение патологий психических. И если патологий нет, то психотерапия. Если патология есть, то психическое, психиатрическое лечение. Как бы это неприятно вам не было. Давайте надо отвечать своим именам. Следующее. Вы хотите найти и понимаете его человека. Зачем? Откуда у вас такое желание? С чем оно связано, такое ваше желание? Это нужно выяснить. Нужно выяснить. Есть ощущение, что вы себя не принимаете. Ну вот, что вам нужен принимающий человек. Вот, соответственно, в этом направлении стоит смотреть. А то, что вам стало хуже после работы с коллегами, вполне вероятно, связано с механизмами защиты. Понятно, что я в этом не уверен. Понятно, что могут быть разные причины, но наиболее вероятно причина эта. Сформулируйте запрос для психолога, потому что вы написали свой вопрос без вопроса. чего вы хотите от нас. Выбирайте себе специалиста и начинайте с ним работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и желаю скорейшего разрешения ситуации, которую вы описываете. Спасибо. Спасибо.